Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 октября, день Иакова. Иакова Алфеева причисляли к числу 12 апостолов. Ранее его имя было Матвей, и занимался он сбором податей. Встреча с Иисусом изменила его судьбу. Приняв с другими апостолами Духа Святого, он отправился к язычникам проповедовать Христа. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял терния безбожников, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей привел к Христу. В народе этот день называют днем Якова Дровопильца. Загадавливать дрова старались именно сейчас, поскольку ранее надо было делать другие дела. Сейчас же, когда работы в поле прекращались и развлечения тоже, можно было позаботиться о том, чтобы нарубить дров и сложить их в амбаре. Дело это очень ответственное и от него зависело, будет ли в доме тепло зимой. Традиционно в этот день готовили овсяную, ячневую, пшеничную кашу. Кашу хозяйки подавали с салом или маслом, пекли пироги с кашей, угощая им соседей и родственников. Ходили в лес для сбора сыроежек, собранные грибы солили или жарили вместе с картофелем. Из леса старались вернуться до наступления темноты, поскольку дни становились короче, а ночью было уже холодно. Верили в лесных духов, потому проводили многочисленные обряды, задабривали Борового, это хозяин леса. Для него оставляли в лесу горшок каши, кусок хлеба и платок для жены Борового, который называли Боровухой. Считали, что в еловых и сосновых лесах живут духи с буйным нравом, поэтому задабривали их приметы. Приготовленные в этот день дрова дают больше тепла, много шелуки на луке, зима будет суровой. Если вишневые листья сегодня еще не опали, ожидай оттепели. Ранний и глубокий снег, даже если он сойдет к будущему урожаю. То есть у вас один опыт и до свидания, да? Да, у меня много неба. Я-то тебе оставляю. Хорошо. Это уже для себя помогло? Это он весь мытый. Для всех нас берите сколько вам надо. Я возьму два листочка этого салатика. Дело в том, что хлеб по своей консистенции, он довольно-таки вязкий, и когда мы его съедаем, нам обязательно хочется хрить. Почему? Потому что кровь делается густая. Когда мы с вами используем огурчик, там помидорчик, то получается, что вот эта вот ляга, которая здесь имеется, в том же помидорчике и огурчике, будет лучше, как бы сказать, разжижать нашу кровь. И нам не так заходится пить, потому что когда мы пьем после того, как сушили бутерброд, мы тем самым, ну, нарушаем пищеварение. Так вот. Для того, чтобы она не нарушилась, лучше использовать его. Вот такие вот бутербродики. Ну и, конечно, я еще возьму у Танюши. Да, зелень. А я чеснок выдавила в массу. Хорошо. Посмотрим, что из этого получится. Это делает у тебя уже целый технологический процесс, получается. Все это смешивать. А вот наскорую руку. И вы можете даже сами будет посмотреть и сравнить. Вот это мужской бутерброд, это женский. Видите, сколько тут, да? Танюша туда влаживает. Если она при этом еще будет думать о своем любимом, или как она хочет свою семью подхормить, вкладывая информацию о любви, здоровье, счастье, процветании, то это уже целая магия. Поэтому мы здесь занимаемся не просто целебной кулинарией, а целебной магией. А целебной магией. Да, да. Такая бытовая магия, которая будет этому способствовать. Так, что бы я еще сделал? Я бы еще сделала. Взял бы один листочек. Вот. И на этом мой бутерброд закончился. Готов, да? То есть я один вариантик сделал вот такой, в который вошли два листочка салата зеленых, укропчик. Укропчик хорошо будет у нас там все эти ветры выгонять способствовать тому, что желудка будет хорошо уделяться. И перистальтика. Естественно, хлеб будут нас питать. Белочек у нас есть сырок. Это вот такой легкий для тех людей, которые хотят, чтобы он стал сразу же энергию. Я смешала творожок с солноватым мягким сыром. И в эту смесь щедро добавила молодого чесночка, кинзочки, базилика, петрушка. В общем, все, что было на столе и зелень, я все туда добавила. Но мне сейчас уже, кажется, все это мало. Почему? Потому что, конечно, я закрою это сейчас. А почему мало? А я сейчас скажу, мне захотелось уже огурца, помидора, причем именно салатом. К этому бутерброду. Вот что произошло. Вот что произошло, Геннадий Анатольевич. Так вывалится, согласны? Ну да. Или у вас не вывалится? Нет, я думаю, что у меня ничего не вывалится. А еще мне очень захотелось белого лука, этого очень. Белого лука, пожалуйста, белый лук, хороший продукт. Кстати, белый лук будет способствовать, пока Таня говорит, а я уже его возьму. Да, давайте. Будет способствовать тому, что он на даче будет придавать нам работоспособность. Да, вот что. А откуда взять эту работоспособность? А почему он делал лук дает работоспособность? Потому что вот эти жгучие свойства стимулируют наши творческие способности, желание трудиться. Потому что как только у нас нет энергии, нам хочется в основном большинство. А как только мы чесночка, чего-нибудь такого съедим, у нас тоже и лучше работает сердечко, и лучше работает ум, и естественно пищевое. Это я, наверное, поддам сюда. Быстрее. То есть немножечко, вы видите, я сюда давал лучка, но не надо в некотором случае. 24-й лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового, или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. 25-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok